всем привет сегодня получил я грид инвертор 2 как видим он из другой серии от одного и того же продавца самое смешное то что он бушный то есть я покупал новый он пришел бушный без упаковки погнут вот край видно впечатано ухо выгнуто с одной стороны загнут радиатор вот он тут у нас ухо кривое стоял кусок провода вырваны по питанию и соответственно вот он горит фаут новый капец хорошо хоть алексею пришел грид под заказ он мне брал я его восстановил и в идеальном состоянии жесть вообще кстати винта одного нету вот сейчас быстренько разберу посмотрим что внутри вот такие вот звуки как будто туда были просто плату ставили никак она не зафиксирована ну что оторвалась конечно сейчас на камеру в этом время есть немножко до снимать кстати сорвана наклейка я первый раз скрываю то есть видно что его уже вскрывали его возвращали им японная мама выломан транс вот как это так песец блин песец песец выгоревший предохранитель я не знаю что делать как опять аж руки дрожат вот так вот три с половиной тысячи пришло но всеми известного продавца не знаю то ли он специально мне так мстит что ли сейчас разберем посмотрю что можно сделать ну шанс большой конечно что я восстановлю все конечно там плата не погорелая так остался один винт трезьба сорвана тоже плоская отвертка с этой стороны скрутить не могу походу я толком не делали они отправили тупо тут какая-то парашива валялся где-то у них долго то есть отправили как хлам и кусок капец еще один остался ну здесь еще более менее вот это выкручивается ну так что не все прекрасно в этом мире так я уже говорил в россию блин резьба вообще сорвана даже не знаю кусачками выкручивать так ну самый интересный момент истины блин ёпти блин след смотрите плата у нас находилась вот так след взорвавшийся вот здесь соответственно вот эта вот штука должна быть развернута наоборот вот так стоять а не вот так вот как-то изначально было то есть видно что уже был видно что стояли я вот вижу по следам тут и попытаюсь показать на камеру вот место где под плату вот так вот была плата вот здесь вот загорела здесь блок предохранителей был так по поводу транса так отурвано два контакта это фигня не хватает прижимного механизма это вот приколюха такая если по идее сейчас я попытаюсь конечно провернуть это дело потому что этот человек мне даже первый раз не вернул деньги там первый раз за пять тысяч как вы помните где-то постоянно смотрит то есть я покупал абсолютно новое пришел один новый в упаковке заводской этот пришел вот такой вот в упаковке свернутый именно черный ящик вот он гроб вот такой вот пришел гроб полиэтиленкой все дела где тут у нас куплено 24 ой 20-го 0 3-го 14-го в принципе 14-ый о так это он отослал недавно совершенно нафигеть цена 10 долларов охренел сволочь gdj 36 блин ну не могли же мне подменить ее тут она не вскрытая наклеечки заводские то я уж с той стороны скотч снимал нету тут поздравления типа не покупаю меня больше типа что сейчас возьмем проверим ну про непробиваемость так пазуха стертая главное чтобы пазуха целая была все остальное можно починить так вот такие вот дела так это у нас что где тут транзисторы ключи выходные ага они есть вот они 4 штуки стоят один видно сразу пробитый нет нет целый надо же раз пробитый так целый один пробитый первый причем в одном направлении только так вот это тут крайне у нас выбитые ну как оказалось транспорт я выпаял он тут на силиконе капелькой маленькая связывался с платой внешне тут я силикон уже отодрал так как транс надо обратно ставить тут в принципе сразу что бросается в глаза это то что некачественно были пропаяны вот эти вот контакты тонкой это у нас выходная на 220 получается 110 каждая обмотка каждый транс и вот здесь вот у нас очень плохо было пролужено то есть это надо будет сделать во вторых вот опять же найден транзистор мир 2013 мир март так вот это 2013 а вот эти вот 35 другой совершенно месяц вот эти вот 2 2 2013 март вот эти 2 23 это непонятно это май март тоже 35 март 35 и март 213 так вот на предыдущем время который недавно совершенно делал новый там были все одной серии если не ошибаюсь 35 то есть 35 серия брак также что обратил внимание его походу уже ремонтировали и у них не получилось потому что предохранитель тут уже черное пятно въевшиеся до такой степени что просто дороги тут повредила сильно они даже не отмывали это все дело просто тупо брали меняли вот так же вот этот пробок напаян был отдельно из-за того что оказывается у них был обрыв вот я транзистор выпаял выпаял я до этого но обычно хорошо новые там гриды которые идут у них цилиндр вот этот вот для связи верхней части платы нижней части платы он как бы завальцованы вклеен то есть проблем с ним не должно возникать здесь он просто остался на транзисторе при выпаяке то есть это говорит о том что либо транзистор был перегрет либо уже неоднократно менялся ну походу тут менялись все вот эти вот четыре как бы вот такая вот дилемма так же вот что обнаружил на камеру плохо видно вот тут дорожка идет вот она идет через вот эти два конденсатора и идет вот к этому конденсатору тут соответственно зачем-то обрыв они сделали идет как раз из-за того что вот оторвано было от нижней платы через вот этот вот цилиндр не поступал сигнал кверху то есть почему-то здесь вот была видать микротрещина что якобы из-за этого он сгорал на самом деле все решалось бы гораздо проще просто надо было вот здесь вот почистить слегка и транзистор припаять сверху здесь и возможность есть подлезть паяльником также видно вот на стороне тоже перегрев ножки такие темные то есть вот этот под замену вот это под замену и вот только вот этот вот и вот этот крайний под замену только вот этот вот который черненький этот походу недавно меняли и вот он в принципе рабочий, но на самом деле вариант один только менять все четыре у меня к сожалению четырех нет можно конечно попробовать рискнуть и заменить один также обнаружен косяк с этим якобы фильтром, дорожка тоже как бы кольцеобразный такой вокруг дороги разрыв то есть это плохая пайка ну сразу на мой личный взгляд, то есть про диагностику, я вам сразу скажу что данный инвертор работал не один год причем находился в помещении после чего он был отмыт почищен более-менее но пыль у него осталась следы пыли везде есть на пальце там остаются кулер походу тоже отмыт если не другой потому что кулер даже он скорее всего не отмыт, а стоит другой потому что вот здесь вот если провода как бы не сильно липкие то у кулера вообще как биздец или по ходу плату мыли в ванне и поэтому он как бы в канифоле весь вот по поводу стяжки вот здесь вот стяжка стоит стяжка стоит нульная ее по ходу уже снимали и заменяли то есть я вообще стяжки не трогаю в этой дебри не лезу так же выходной конденсатор стоит один в отличие от предыдущей версии там вроде их два стояло не важно короче плата тоже не такая уж сложная но за счет того что здесь контроллер находится второй с этой стороны и вот на контроллере вообще капец прям по ходу кто-то прям скоблил что там насквозь что не видно что там от этом тары пыры микросхему контроллера чтобы не видно было но все равно слегка можно разглядеть ну тут скоблили ее чуть ли не до креста вот тут ямы такие вот как раз у меня в предыдущем что-то подобное накрылось в принципе есть шанс мне 600 ватник восстановить если я у этого найду эту же стезю и посмотрю какой там конденсатор стоит потому что там тоже два таких параца стоит вот они оба вот он резистор то есть найти надо будет мне может даже такой же конденсатор я не удивлюсь если плата идентичная просто разводка у них разная можно в принципе попытать счастье и поставить сюда например трансы помощнее 600 ватника 600 ватник да там плата побольше на него смотрю в принципе 600 ватника и запчасти некоторые сюда перекину так что вот по поводу еще того что я пытался найти транзистор с пробитой мне не получилось прозвонить как только я нагрел ножки паяльником как бы тоже есть такая проверка на терморазрыв нагреваем ножки паяльником слегка ну так что началось лудиться убираем паяльник и через какое-то время начинаем звонить можно сразу на обрыв если в этот момент если в этот момент у вас транзистор в обрыве соответственно происходит следующее когда вы подаете сеть и включаете прибор транзисторы открываются в этот момент происходит максимально быстро ну то есть там достаточно быстро происходит нагрев и он идет в обрыв вследствие чего он переходит в КЗ и сгорает предохранитель то есть а так вы начинаете звонить они целы то есть бывает терморазрыв это очень редко бывает супер редко вот в первый случай уже за много лет то вот на вот этой детали после того как я ее выпаял она постоянно стала в КЗ в принципе я уже демонстрировал давайте посмотрим еще раз кстати сразу говорю для интереса не храните в себя убитые транзисторы особенно вблизи с рабочими это отнимает очень много времени когда пытаешься найти более менее живой экземпляр если вы уже впаяли транзисторы после этого выпаяли то есть с подозрениями что с ним проблемы лучше сразу его выкинуть либо отламывайте ножки чтобы не было желания вот как видим ноль от края не к центру ноль как ноль так чтобы видно было где тут скажут ооо кто так делает два крайних то есть это самый распространенный обрыв транзистора во все стороны то есть можно повернуть наоборот видим то же самое ничего от этого не меняется как я уже говорил можно потом проверить остальные вот этот у меня на подозрении стоит что-то у него центральное и этот тоже это может быть диод так как бы в транзисторе диод стоит так в обратку не звонится что-то увидел и пропало резко так ладно так же диодные сборки прозвонить желательно чтобы не было пробитых это в обратку должен правильно один прямой один обратный диодный мост так это у нас транзисторы стоят с 12 по входу на раскачку дросселя они тут тоже не должны в пробой звониться но если соответственно у вас транзиса нет то есть это по диоду звонится а это не звонится но есть такое специфика но тут будет звониться так как здесь стоит дроссель на сопротивление бамперу их проверяется только либо выпаять целиком либо методом научного тыка когда мы включаем сеть включаем прибор подключаем ну то есть дроссель у нас входная рабочая цепь вот это вот не должна греться ни в коем разе если греется то скорее всего они пробиты также вот этот предохранитель проверяем кстати вот сразу что меня смутило что меня смутило это предохранитель один в прошлой версии вроде два стояло вот такой вот гробик ну что буду восстанавливать надеюсь получится мне все таки за это все деньги вернуть потому что блин ну что смеяться третий раз присылают нерабочий и в третий раз уже откровенно дохлый и бушный это прям просто ужас какой-то то есть что мне предстоит сделать заказать четыре транзистора выходных на 220 а заменить предохранитель ну это мелочи восстановить вот эту вот дорогу убрать вот этот черный провод который нахрен здесь не нужен с этой стороны лучше вот проводов никаких не держать лучше посмотреть по дорожкам бывает изначально вот здесь вот проводок стоит это когда диоды стоят один прямой другой обратный то есть они стоят два прямых и один разворачивают и там чтобы его в развернутом состоянии подключить кидает провод это совершенно другая стезя ну в принципе так можно понять еще но когда мы по силовой части кидаем провод который кучу деталей за собой может затянуть по резюкам идет это уже как бы нехорошо ну видно что замывали тут до сих пор еще влажный канифоль я российского уже добавил видно как он отличается китайского это не мой канифоль и вот тут то что неоднократно уже взрывался ну ребята видно с паяльником вообще не дружат так что не все так еще плохо как хотелось бы так что вот покупайте в интернет магазинах чаще зато корпус красивый у меня уже два таких корпуса так ну что на этой части я спешу откладываться как только отремонтирую я скажу что поменял ну в принципе и так уже понятно что я поменяю ну и соответственно посмотрим как он будет работать на 300 ватт я такой уже тестировал хоть на 260 вольт на 220 прислали то ладно и на 12 вольт так что посмотрим сравним с моделью на 300 я вам расскажу на пальцах лучше хуже а потом уже для начинающих вот именно по подключению и расскажу плюсы минусы надеюсь не так долго это все продлится с ремонтом сегодня запчасти закажу в магазине один транзистор такой стоит в районе 300-500 рублей их надо 4 всем спасибо за внимание всем удачи не делайте ошибок обдумывайте свои покупки подписывайтесь на канал всем пока